Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мне 21 год, влюбилась в друга, с которым мы учимся в одном университете. Общаемся каждый день по интернету, разговариваем с жизнью. Он хороший человек, умный и добрый. Но я на 100% знаю, что не подхожу ему как девушка, у него другие вкусы. Хочу избавиться от чувств, так как они приносят мне слишком много неудобств. Время, расстраиваться мелочам, перепады настроения. Но не знаю как. Привозженное интернетом избегание не помогает, и трудно осуществить. У нас общие друзья, ко мне оно хорошо относится. Так что, если что-то такое случится, он заметит, начнет спрашивать, а привлекать к себе повышенное внимание, я особо не хочу. Скажите, в каком направлении лучше двигаться, чтобы прекратить это состояние. Смотрите, начну я, пожалуй, с такой немного спорной вещи. Потому что отношение к этой вещи, как правило, не обозначенное. Я хочу сказать, что влюбленность, ревность, перепады настроения и любовь, это совершенно разные вещи. Да, они часто идут вместе. Это правда. Но это вещи разные. То есть, необходимо здесь разделить, разграничить то, что вы влюбились, то, что вы испытываете ревность и припары настроения и так далее. И то, что вы, например, человека любите. Ну, к примеру. Значит, влюбленность представляет из себя тягу влечения к определенному образу. То есть, вас тянет к некому образу человека, который вы себе запечатлели. Этот образ нужен вам. Вы в нем нуждают. Образ представляет из себя проекцию, то есть, перенос, того, что вы сами хотели бы видеть в себе. Вот. Ну, или просто вот что-то идеализируете. Понимаете, да, направление здесь работы? Психотерапия, наверное. Далее. Ревность. Это материальное предметное отношение к человеку и себе. Сведение ценности человека к материально предметному и стремление к владению человеком. Ревность. Это неуверенность в себе. Страх. Низкая самооценка. Дальше. Любовь. Это же заинтересованность в развитии человека. Безусловное принятие человека, либо непринятие, и принятие того факта, что что-то я в тебе не принимал. И желание что-то для человека делать. Согласитесь, для последнего совершенно не обязательно вам быть вместе. Вы можете сделать человека счастливыми нарастая и даже не будучи вместе. У вас так еще есть живое общение. То есть у вас есть реальная возможность что-то для человека сделать. Понимаете, да? Кстати, о любви вы не говорите ничего. Поэтому я бы сказал, что в данном случае вероятно ревность, то что вы называете ревностью, более чем оправданно и более чем обусловлено тем, что вам человек вероятнее всего нужен. То есть вы именно вот, что называется, что называется в нем нуждать. А нужда в человеке и любовь к человеку не одно и то же. Это необходимо. Разграничил. Дальше. Вы говорите о том, что на 100% вы знаете, что ему не подходит. У него другие вкусы. Понимаете? Любовь, опять же. Любовь, чувство, да, я не хочу казаться в данном случае излишне пафосным. Но чувства, ну, в принципе, чувства не ограничиваются вкусами. Вот. Если есть личное, личностное взаимодействие. То есть, когда я вижу личность человека и как-то к ней, к этой личности могу относиться. Понимаете, да? В чем здесь штука. Поэтому я хочу сказать, что здесь нужно, опять же, отделять направленность человека на свои вкусы. Как вот, как вы говорите, наверное, направленность, отделять направленность во вкусах человека, ну, как бы вот, ну, в отношениях. От, собственно, духовности. То есть, духовного какого-то контакта, духовного какого-то взаимодействия, духовного какого-то, ну, единения, скажем так. Вот. Если этого ничего нет, то вряд ли можно говорить о том, что человек вообще, в принципе, способен на серьезные отношения. И тогда у нас возникает совершенно такой справедливый вопрос о том, в кого вы влюбились. Вот. Ну и традиционно, это стоит отдельно сказать, когда человек говорит, что я не в его вкусе. Ага, вот. Ага, вот. Ага, вот. Традиционно это связывать с низкой цена оценкой. Вот. Вот. Традиционно. Потому что, человек, который себя ценит, понимает, что вкусы, ну, что по сравнению с своей многогранностью, эм... самого человека. Вот. Так как бы на вкусах далеко не уедешь. Вот. Ну, а поскольку, вот, есть такая вероятность, что за счет мужчины вы можете решать проблему своей финансистки. Вот. Есть такая, такая именно вероятность, я не говорю, что это прям вот 100%, да, но такая вероятность есть. То, конечно, вы себя обесцениваете. А еще, еще, есть такое предположение, что, эм... вот это вот объяснение, что он... эм... у него другие вкусы, может быть связано с тем, что вы боитесь, эм... близких отношений. Ну, в принципе, боитесь близких... эм... близких отношений, боитесь как-то вот. сближаться. Боитесь, сближаться. Эм... Естественно, это предположение, я... эм... наверняка... этого не знаю. Эм... ни в коем случае, я не стал бы... эм... как-то... утверждать... то, что... эм... сейчас говорю, мне кажется, что... это было бы... несправедливо... по отношению к вам. Но, тем не менее. В практике психологии... с психологией такое встречается. В моей практике такое встречается. Вот это... попытка именно, вот, объяснить... эм... свой страх, да, и... избежать... ситуации... эм... страха, вот... через-через, как бы, ну, предвосхищение. Вот. То есть лучше я предвосхищу, что... у тебя другие вкусы, и... не буду... эм... с тобой сближаться, чтобы не получить отказ. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Довольно, конечно, грустная ситуация... в этом смысле. Вот. Но хорошая новость... заключается в том, что все можно исправить. Вот. Все можно исправить... и все можно подкорректировать. Да. Но вы вообще о... машине говорили о том, что... у вас есть чувство или... как-то вот... сами... сами решили. договаться... договаться... что... что... у него другой вкус. то есть... понимаете, как бы... штука в том, что... если вы... ну, сами решили... то это... исключительно... как бы... ну, это исключительно ваше предположение. Вот. общего ничего не имеет с реальностью. Вот. Если... как бы... предположение это... можно... можно быть... того... что вам сказал... мужчина... что... о... сам. Да. То есть он сам сказал, что... извини там... ты не в моем вкусе. Вот. То да. Это... это... безусловно неприятно. безусловно неприятно. Ну... то есть... ну... вне всякого сомнения это неприятно. А... ну... а... а... как бы здесь... а... ситуация... на мой взгляд... как бы... заключается... а... в том, что... а... вам... для начала... а... имело бы... смысл... а... прожить... вот... свои чувства... которые... о... о... ну... это... это... которые... у вас... появились в результате... вот... а... а... его... слов... а... вот... это... да... вот... такой... ну... да... да... о... о... такой достаточно... важный момент... получать... по сути... потому что... если... а... если... а... если... а... вот... ну... как бы... а... а... вы... если вы... свои... чувства... не... проживите... а... ну... вот... до конца... скажем... скажем так... да... а... вот... если вы... свои чувства... не... проживете... а... то... они... вас останутся... и... в общем... в целом... будут... э... к сожалению... вас... э... так скажем... управлять... э... возможно... это... э... э... возможно... возможно... я не знаю... но... возможно... это то... что... уже... э... сейчас... с вами... проходит... то есть... возможно... э... чувства... вас... уже... отправлять... ну... х... хотя... хотя... конечно... и не... э... ну... не факт... так как бы... что бы... э... вести себя... как-то... чтобы не отказываться... там... от... людей... только... потому что... у вас... э... ну... появились... э... вот... к ним... чувства... чтобы... не отказывался... от людей... э... ну... вот... необходимо... конечно... со своими... э... чувствами работать... э... вот... нежели что, нежели что, сначала вы это делаете, но просто узнаем твои чувства, узнаем от себя поменяться, да, скажешь так, а так если вы просто будете избегать то ничего никогда не изменится, да, избегание иногда нужно, избегание иногда действительно нужно, но оно нужно в основном, когда есть любовная зависть вот она достаточно сильная, мощная, то конечно в таком случае избегание действительно требуется так, скажем, применительно к любовной зависимости, вот выхода другого часто не бывает, вообще то есть нет одного выхода кроме как, кроме как вот от человека полностью, от страницы ну и вы здесь тоже постарайтесь увидеть такой момент что не всегда есть возможность, ну не всегда есть возможность что-то сделать понимаете, да как-то, как-то вот ну дистанцироваться от человека а жить 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 как-то надо вот поэтому я думаю я думаю думаю что вам нужно нужно именно в этих направлениях работать которые я писал вот вот а не как-то вот как-то вот избегать эмм человека потому что эмм все равно сделать у вас это не получится ну так или иначе скорее всего если бы вы могли, да, то наверное уже бы это сделали вот 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 сейчас вот а я бы ну э э такой бы ответ ответ вам сейчас бы предложил э э э Разберитесь вот с началом в том, что вы чувствуете в том, как вы чувствуете, и дальше уже сможете двигаться к Фраймсет. Сейчас это вы взял неразмыжение, в самом деле вы достаточно серьезны в этом. Как бы, ну, погряз. Я бы так сказал вам. На этом все. Ну, в принципе, я могу только надеяться на то, что мой ответ... Для нас был интересный полезен. Вот. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, собственно говоря, за помощью. Мы будем рады помочь вам. Вот. Я буду рад вам помочь, если... У вас будет... Такое желание, что у вас будет такая... Попробностей. Вот. Против психотерапии заняться. А... Психотерапией. Вот. С огромным удовольствием будем рады оказать вам помощь. Вот. За обратную связь, помимо ответов, буду благодарен. Это позволит вам начать на свободу работу. Удачи.